сегодня мы с линдой выехали на самокатах эти у нас два самоката едем на в принципе нормально на улице тепло такой ветер уже теплый можно принципе на нацистическом уже есть но так интереснее видите мне писали то не понимают для чего платок мы я поток ребенка купила чтобы на самокате ездить потому что только так очень хорошо плотно перевязываются шея уши лимфоузлы все это перевод перевязывается ни одна шапка и шарф так не закроют а вот я сейчас линдусь поедем вот он я ведь я тоже в платке да в нем конечно холодно если на улице минус под низ можно одеть шапочку чулму вот у меня сейчас у линды была одета шапочка вот у нее такая хабашечка вот но и мы сняли потому что без нее к сейчас уже лучше намного и так можно далека буду снимать ну давай есть а а а а а а ты так не спрыгивай на полном ходу зайка тормози заднего тормозом но на полном ходу вспрыгивать нельзя можно неудачно спрыгнуть все иду на занятия и хочу с вами обсудить несколько минут такой вопрос нужно ли заставлять детей заниматься вы знаете я по-разному считала а на эту тему разными были в разные времена ответы мысли я сейчас считаю что нужно заставлять пообщалась я недавно со своей однокурсницей с колледжа ритой и она искала такую фразу конечно нужно заставлять если горит мне бы мама не заставляла хореографии заниматься танцами это мне хотелось гулять с девчонками там во дворе а я ходила на танцы она училась в этих великих луках ансамбль там я уже не помню какой и потом как бы вот в колледж отучилась на хореографию сейчас тоже танцует как бы в ансамбль посещает народных танцев и я как бы так и послушала и думаю даритой ну ты с тобой тоже согласна как бы да что надо заставлять вы знаете вот я говорю как педагога и одновременно как мать да я конечно могла бы говорить как-то ну по другому да ну вот у меня сейчас статус мать и я считаю что заставлять нужно почему потому что дети они конечно не дураки но вот по поводу выбора они дураки вот почему до 14 лет они вот не несут ответственность действительно знаете вот до 13 лет я вот смотрю на детей не у всех есть ум далеко не у всех мало детей которые знаете у них такая мотивация нет таких людей как бы сказать единицы хотя в моей группе таких детей много но все-таки встречаются дети которые видно пришли их родители заставляют я им конечно сочувствую этим детям но и правильно что их родители заставляют потому что если их не заставлять ничего хорошего из них не получится их нужно заставлять но проблема в том что такие дети обычно очень сильно мешают на занятиях вот они всем своим естеством показывают что мне не интересно метод это скучно но тебе и не должно быть интересно кто тебе сказал что тебе должно быть в этой жизни я вообще интересно если ты работаешь над собой тебе не должно быть интересно что уж это понимаете это какой то такой знаете в общем не должно быть интересно если ваши дети tinha видя что у них вот как мне подписчик написал Да, действительно, если у ребёнка проблема, например, с осанкой, и ему нужно заниматься, конечно, родитель должен его заставить. Понимаете, я ещё раз говорю, не все дети умные, далеко не все. Единицы вот такие, которые прям приходят и говорят, я всё понимаю, я осознаю, я хочу, понимаете, да? Таких детей очень мало. Вот. По поводу того, что, знаете, заинтересовывать как-то типа в игровой форме, какая игровая форма, например, ребёнок 10, 11, 12 лет приходит, какая игровая форма? Как я его должна заинтересовать? Раком скакать перед ним? В любом случае ему будет интереснее пошататься, например, по улице своими подружками, поснимать тиктоки там или ещё какую-нибудь дрянь, понимаете? Я никак не смогу заинтересовать его. Если только я предскажу, давай тиктоки снимать, ну он и то не будет интересоваться, понимаете? Не знаю, тикток у нас что, запрещённая? Это экстремистская организация. Ну что, они её упоминают какие-то титулы, не знаю. Вот. Ну, да, я считаю, что она должна быть максимально экстремистской организацией, потому что она отупляет детей. Вот эти вот все приложения по 15 секунд, ролики, они отупляют и так тупых, понимаете? Потому что на них подсаживаются тупые, и тупые становятся ещё тупее. Умные дети, конечно же, этой фигнёй не страдают. По-любому. Вот. И, конечно же, этих детей нужно заставлять. Просто тупо заставлять. Да. Можно их применять в манипуляции. И в какой-то мере психологическое насилие, да? Ну, в рамках закона. Но их нужно заставлять. Иначе ни черта из них не получится. Если вы этим детям, у которых ещё сознание на нуле, будете давать возможность сделать этот выбор, поверьте, они сделают его в пользу того, что будут шляться по улицам, шататься, сидеть в телефоне и всё. Я это вижу. Я вам говорю сейчас как педагога, как мать. Я не хочу, чтобы у ребёнка шатался. Поэтому я буду ребёнка заставлять, посещать мои занятия, рисования английские. Понимаете? То, что ей нужно. То, что я вижу, что её развивает. Я мать, и я несу за неё ответственность, за её развитие в том числе. И я должна ей это вдолбить, если она там прям... Но она у меня молодец. Она у меня... Даже если она там говорит, я не хочу, я её сразу переубеждаю, всё, она идёт спокойно. Вот. Но у нас ещё кризисный этот момент будет, как у всех. Десять лет, да? Там уже будет видно. У кого-то есть этот кризис, да? У кого-то нету тут бунт. День номер два. Мы сегодня опять на самокатах. Хотя, в принципе, можно было или на электрическом ехать спокойно. Всё не так тепло. Но, в всяком случае, ощущается, что тепло. Ну, ладно. На этом энергии больше затрачивается. Интереснее на двух самокатах. Я даже на тут не знаю, влезем мы с ней вдвоём теперь или нет. Вот. Вот так. Финский парк. Финский парк. Площадка. Вот она, детская площадка. Господи, парень побежал. Это у него что, пробежка типа? Или он просто так бежит? Бежит сутулый, задница подтянута, таз кривой. Господи, так бегать нельзя. Ну, нельзя так бегать, друзья мои. Когда у вас кривой таз, поджатая попочка вперёд, знаете, вот как это Вероника Степанова шутит. Ну, нет, она не шутит. Она действительно говорит, что один из признаков человека с характером, ну, программист-тональник, это поджатая попочка. Поджатая попочка – это значит назад наклонённый таз. Так бегать нельзя, понимаете? С кривой осанкой бегать нельзя. У вас совершенно не будет ничего работать. Не то в ногах будет работать, что должно. Вы знаете, я вчера смотрела новое видео на канале Погребежской про женщину, которая... Ну, там вообще муж историю рассказывал. Его жена рожала третьего ребёнка и впала в кому после анестезии эпидуральной. Короче, врачи не знали, что там, что с ней произошло. У неё, видимо, отмер мозг, часть мозга, инсульт произошёл. Потом, когда она из кома вышла, реабилитация, и у неё как бы сознание как будто пятилетнего ребёнка, надо всё заново, как бы, сказать, учиться. Вот. Ну, там, конечно, жестяки. И что меня самое вот такое вот поразило, удивило, что врачи уже сказали, говорят, мы, говорит, не сами не знаем, что произошло. И, говорит, хоть бабку, говорит, в реанимацию приводи. И, короче, мужик нашёл какую-то татарскую бабку из какую-то, да, привёл в её в реанимацию, два раза приводил. И вот как-то так, может, совпало или, может, повлияло, что эта женщина вышла из кома. Вот. И эта бабка сказала, что её лекарствами врачи отравили. Вот. Вот так вот, друзья. Ну, конечно, отравили. У меня, кстати, тоже висит одно видео, ну, я вот всё думаю, грузить его или не грузить, всё как-то очередь не подходит. Я его снимала ещё перед Новым годом. Вот. Перед Новым годом снимала. Про, опять, про ненависть к висковскому роддому. Я думаю, надо его выложить. Вот. Да, надо выложить. Ну, вы понимаете, да? А с другой стороны, врачи, они не всё знают. Понимаете, да? Врачи не всё знают. Вы думаете, что врачи всё знают? Когда они вводят вам какое-то лекарство, вы думаете, они знают 100% как это поведёт ваше тело? Они очень многого не знают. Очень многого. Даже вот касательно, если вот рассказывать про мою осанку, да? Вчера комментарий мне написали там, Оля, ты такую, типа, там, ляпнула, что лёгкие, там, это выстлано мышцами. Зайники, а я и не знаю, как устроена анатомия внутренних органов. У меня довольно-таки примитивные бытовые знания о внутренних органах. Вот. Я не хочу погружаться в анатомию, да? Ну, это сейчас как бы она в тренде, да? Анатомия, анатомия, вот осанка, ты должна ЛФК пойти отучиться, ещё что-то там, тыры-пыры. А я не хочу идти учиться. Потому что я работаю по тем знаниям, и... Нет, не так скажу. У меня... Как объяснить? У меня вот опыт был большой, да? Я много чего видела в колледже, да? И у меня как будто в какой-то момент... Не знаю даже, но это как будто мистическое что-то. Я, во-первых, вселенной задала такую задачу, поставила. И говорю, вселенная, я не знаю, в какую мне сферу в моей работе ринуться. Выведи меня туда, вот что у меня получается, как бы... Ну, вот я как-то такое поставила такую внутри себя задачу. И как-то постепенно вот я вывела к тому всё, что... Вот красивая осанка. И после этого у меня потеряла интерес к хореографии. Вот. И я... Конечно же, я самостоятельно всю эту анатомию пытаюсь как-то изучать. Знаете, вот эти книги есть различные, анатомия вот этих мышц, движения, да? Когда каждое движение, там, картинки, всё это красочно, всё показано, как эти мышцы работают, в каком упражнении, тыры-пыры. Я это всё так пролистываю, но я понимаю, что я в своей работе руководствуюсь исключительно интуицией. Интуицией. Что-то меня такое ведёт, вот как будто бы у меня такой опыт зрительный, накопленный, что мне не нужно знать, где какой там что, какая мышца, да? Я просто подхожу к человеку, ну, да, к подростку, к ребёнку, и я знаю, что ему нужно сделать. Вот я не знаю, я сама не понимаю. Я сама даже себе поначалу не доверяла. Я боялась себе доверять, потому что, ну, говорят, надо же всё изучить. А мне вот сейчас даже иногда кажется, что если я начну всё это изучать, у меня как будто вот это вот понимание интуитивное, вот как будто бы, понимаете, как будто бы я все эти годы, 16 лет, и учёбы в колледже, у меня как будто бы набрался какой-то опыт, и мой мозг, моё сознание, как бы эту всю информацию, как проанализировал, ну, без участия, как бы сознательно меня, да, оно как бы скомпоновало, проанализировало, то есть я на автомате могу выдавать решение задачи, а если я пойду учиться и буду изучать вот это всё в подробности, где какая мышца, что-то, да, что, зайчик? Ну, так бери, вот. Вот, и если я... Что? Я сейчас приду, засниму, да. Если я буду изучать, вот как вот это, вот этих бодибилдеров, которые учатся, курсы проходят, сейчас дистанционка, вот это очень всё модно, доступно, да, там всякие тесты сдают, в каком движении мышца работает, ну, я... Это, конечно, замечательно, это можно и самому всё-то, но что мне это даст? Меня это запутает, меня это уведёт от моего какого-то интуитивного понимания, понимаете, да? От какого-то моего интуитивного понимания. Вот я приводила в пример, вот что недавно, что у меня ученик, да, мы с ним начали заниматься 5 месяцев, или 6, 5 месяцев, ну, пускай 5 там. Неопределённо было. И они до этого и массажи посещали, и у врачей они были, и в бассейн они ходили. У них не было результата. Ну, не было такого результата. Вот. А я... Я не профессион... Я не врач, я не претендую, тем более, на это всё. Но я почему-то откуда-то понимаю и знаю. Я сама иногда прихожу от этого в шок. И ещё мне там одна писала тётка, и, видимо, тётка, вот что у неё, она там у неё за талант. Вот есть люди, там певцы, оперные музыку пишут. А у неё что за талант? А вот у меня талант. Я могу ребёнку объяснить, как держать свою осанку и сделать так, чтобы всё это ещё и закрепилось. Как я это делаю, я сама до сих пор ещё не понимаю. Поэтому предложение моей знакомой Вике написать книгу, брошюру, я не знаю, как её писать. Потому что я действую чисто интуитивно на основании своего опыта. У меня нету этому научного обоснования. Вот у меня почему-то это вижу и понимаю. Как я это вижу и понимаю, я сама не понимаю. Я это даже иногда объяснить могу. Но я не говорю про болезни позвоночника. Я говорю про нарушение осанки. Нарушение осанки это когда ко мне приходит ребёнок и я могу ему объяснить, как держать осанку и я сразу могу сделать так, чтобы он принял правильное положение. Но он, конечно, держать его не сможет, потому что у него мышцы слабы. А деформация позвоночника, то, чем должны заниматься врачи, это когда я объясняю ребёнку, а он не может принять правильное положение. И хоть как-то его объяснять, он не может. И вот у меня, кстати, такой случай. Девочка приходила, я им объяснила, что ваш ребёнок 9 лет не может принять правильное положение. Я говорю, попробуйте вот поделать дома такие упражнения каждый день. Вот. Ну, они так расстроились. Девочка испугалась. Мама тоже, видать, расстроилась. Мама, видимо, не хотела слышать от меня такие вещи. Больше на занятия не пришли. Вот. Я вначале думала, может, заболели. Нет. Вот месяц прошёл, они не пришли. То есть люди были не готовы услышать, что их 9-летний ребёнок не может принять правильное положение корпуса. Я не знаю, что с этим ребёнком. Они ходили, говорили, что они ходили, обращались, там что-то им говорили. Но по факту, вот. И, конечно, такой ребёнок, он может ходить ко мне на занятия в группу. Я не выгоняю, потому что, в конце концов, и мне деньги нужны, да, и родители не знают, что в такой случае делать, потому что врачи им ничего не говорят. Вот в этом вся и беда, что они идут ко врачам, а врачи им ничем помочь не могут. У врачей один ответ. Бассейн – массаж. Бассейн – массаж. Какой нафиг бассейн? Какой нафиг бассейн, если у ребёнка деформация осанки, он не может принять правильное положение корпуса под усилиями. То есть девочка умненькая. Я первое занятие, думаю, попробую. Нет, вижу, думаю, второе, я уже начала как-то подходить к активной, говорю, давай вот это. Не может. Не может принять правильное положение корпуса. Что с этим делать? Ну, может быть, с этим вообще ничего не надо делать. Может быть, не нужно ничего делать. Но ребёнку 9 лет. То есть как это потом подведёт позвоночник себя в дальнейшем, это вот, ну там, в возрасте 12 лет, вот это вот, когда, ну там, это переходный возраст, вот это месячный, вот это гормональный, все эти штуки. Никто не знает. Вот это вся и суть. Что никто не знает, и врачи не знают. Вот в этом, в этом как раз-таки фишка, что даже врачи не знают и не понимают. И у них один ответ, который меня просто убивают. Бассейн и массаж. А вот я сейчас недавно прочла научную работу по сколиозу. Там и европейские врачи, и наши. Там написано, ни в коем случае никаких вот этих вот глубоких массажей, мануальных, при сколиозе быть не должно. Не должно. Я даже сама это уже поняла до прочтения этого. Ребенок у меня один занимался вот со сколиозом тоже. Ходил на массаж, приходил ко мне на занятия, и все. И просто спина была... И он был не готов работать. У него настолько было ощущение, что он даже не может себя держать. То есть что-то там при массаже, какое-то такое, видимо, глубокое воздействие. Я даже родителям это объяснила, а потом прочла об этом. То есть у меня такая фишка, я опытным путём каким-то образом понимаю это всё. То есть я говорю, я сама... Я так рада, что мне Вселенная подарила это. То есть я сделала запрос этой Вселенной, и она мне подарила что-то такое, что даже я сейчас не могу вот как бы сказать дать отчёт. И научным способом объяснить не могу. Вот. А нам же всем хочется научного способа объяснения, чтобы не тревожило, чтобы точно знать, а оказывается в жизни, оказывается в жизни. Если тебе даётся какой-то вот такой дар, что-то такое, не надо искать ему пояснение, не надо. А то он может просто уйти. Нужно просто заниматься и делать то, что ты делаешь. А если ты пойдёшь и начнёшь там что-то, и тебе просто может этот дар пропасть. Ты просто потеряешь твоё интуитивное понимание сущности происходящего. Сейчас, кстати, немножечко о рекламе на ютюбе. Почему я вообще перестала указывать всё это, что я типа рекламу могу размягчать? А потому что, зайчики, я поняла, что мне ничего не светит по рекламе пока что. Почему? Потому что у меня очень маленький канал. Вот мне сегодня, вчера пришло очередное предложение о рекламе. написала женщина, что она продаёт косметику и предлагает мне прислать какие-то вещи для обзора. Я как бы ей пишу, типа, что ну окей, вот эта вещь мне подходит, я могу это сделать обзор. Но я говорю, вы в курсе о новом законодательстве, о рекламе, о том, что нужно её маркировать? Ну то есть, как это делается? Есть ОРД, которые собирают сведения о рекламе и подают её в куда-то, в Роскомнадзор или куда, я не знаю, там уже не помню. В общем, то есть, мне как реклама, этому, блять, рекламодатель она, а я реклама, ну рекламщик, да, я должна буду с ней заключить письменный договор. То есть, несмотря на то, что, например, она мне предоставит продукцию просто бесплатно и не будет платить мне ничего, да, то есть, она просто по бартеру, да. То есть, я всё равно должна с ней заключить договор, получается, где указать, что вот такое бартер, да. Мне нужно будет зарегистрироваться в программе, ну, как бы не в программе, а в этой системе ОРД, ну, например, в Яндексе там или ВКонтакте, по-моему, у них где-то бесплатно, да. То есть, я заключаю с ней договор, то есть, я вношу в эту систему, подаю все данные о себе, все данные о ней, она ещё должна на это согласиться. договор загружаю туда, всё прописываю, загружаю туда свой видеоролик, уже отснятый, да, этому видеоролику присваивается токен, я вставляю этот токен в этот ролик на Ютубе, да, и самый прикол, что, ну, как бы, это обычно в договоре прописывается, но это обычно должна, как бы, если нет агентства, да, это должна делать, в принципе я, я должна каждый месяц подавать информацию о том, сколько этот ролик вот с этой вот хернёй посмотрели. Каждый месяц, если я этого не буду делать, мне прилетит штраф, там, я не знаю, сколько, 100 тысяч, 300, 500, я не знаю, сколько там для физлиц штраф, и это нужно делать каждый месяц, пока эта реклама висит на моём канале, а через год для этого ролика мне нужно будет получить новый токен, то есть мне надо будет его перезарить, что ли, я не знаю, в чём фишка, как, как на YouTube невозможно перезарить, либо через год мне нужно будет это видео удалить, потому что токен действует, который присваивается этой, как бы, рекламе, только один год. И вот, короче, я написала, ну, я вкратце написала этой женщине, говорю, вы в курсе нового законодательства о рекламе, что нужно её маркировать, что тропыры, что договор, он нужно заключать, вот, но там есть лазейка, там есть лазейка, что если это просто обзор товара, вот я, например, купила что-нибудь, там, не знаю, платок, да, и говорю, ребят, я купила платок, но это не реклама, это просто я вам рассказываю, я купила платок, я вам не говорю, типа там, там нет призыва, типа, приходите туда-то, туда-то, по такому-то адресу, покупайте платки, тыры-пыры, такой-то фирмы, то есть такого нету прямого эфира, призыва, господи, а я просто расскажу, что, ребят, пришла, купила платок, там, тыры-пыры, вот, это как бы не реклама, это просто информация, да, вот, то есть, в принципе, если тебе присылают на обзор какую-то продукцию, ты можешь делать обзор, да, но ты не должен делать ссылку, что, ой, я это заказала, вот этого продавца, вот этот артикул, на вайлверс, ну, знаете, как это обычно делают, вставляют, то есть, этого, как бы делать нельзя, да, конечно, вы скажете, кто-то, Оля, как мне мой муж говорит, да, кому ты нахрен нужна, с твоими вот этими вот вставками, кому ты нужна, кто тебя будет там отслеживать и пасти, ну, нет, а зачем, а зачем, вот, как бы изначально делать что-то, я не идеально, не по-правильному, я человек законопослушный, я считаю, что нужно все делать правильно, да, то есть, как бы сказать, когда я могу, просто рассказать о чем-то, что вот я там где-то что-то купила, мне понравилось, я просто делюсь опытом своим жизненным, да, но если это конкретно реклама, это коммерческое предложение, это надо делать все по-правильному, вот, и я так поняла, что с моим количеством подписчиков, 15 тысяч, мне вот эту вот херню, с этими токенами, маркировками, лезть вообще, просто незачем, в идеале, мне нужно, конечно, много подписчиков, там, я не знаю, 50-100 тысяч, и просто обратиться в агентство, которое будет по договору унести вот эту вот всю ответственность за подачу данных ОРД, за эти токены, а я просто буду, как тоже один из участников этого договора, слава богу, о своих товарах и продуктах блогер рассказывать может, да, то есть слава богу, хотя бы в этом плане, в законодательстве, есть вот эта вот лазейка, что блогер имеет право рассказывать, о своем, давать информацию о своих продуктах, да, вот, и это как бы не нужно маркировать, а то если бы вот так вот, да, каждому еще нужно было маркировать, у нас бы вообще можно было интернет просто закрывать, просто закрывать, потому что люди просто, которые какие-то оказывают услуги, какие-то вот такие вот нищие, нищие Оле, да, они бы просто не могли бы рассказать о своей красивой осанке, потому что это бы сразу нарушало, в общем, закон о рекламе. Я, как считаю, это сделано исключительно в интересах каких-то крупных коммерческих агентств, я не знаю, структур, это просто вот, это людям создан такой геморрой, как всегда думают только о каких-то блогерах-миллионниках, которые утаивают свои доходы, а о таких нищих Олях, которые стараются рубль лишний заработать себе на трусы, никто в России не думает. Это, и вот, это только так может сказать, вот я говорю, я вам как сейчас все рассказала, все так и есть, вот такой геморрой, понимаете, и все, в принципе, мое блогерство, с моей рекламой, вот оно как бы все. А, ну и самое интересное, я это тетке-то написала, она пишет, мы не готовы работать по договору, и типа мы, если вы можете, скиньте законодательство о рекламе, блядь, нормально, да, то есть человек продает свои товары на Вайлдберрис, да, и, то есть, о законодательстве о рекламе, он вообще ничего не знает, и скорее всего, там у него, не знаю, какой-то нелегальный, наверное, бизнес или что, потому что, а вы скиньте мне, мы пока не готовы работать договор, а вы скиньте нам, что там законодательство, какой там о рекламе, ну в общем, ребятки, ну жесть, ну и так у нас пол России, на самом деле, живет, да с чего пол, вся Россия так живет, ребята. Девочка, иди гуляй, иди. В общем, мужу это рассказываю, он говорит, ну а как же другие, типа, обзоры делают, но у моего мужа сразу масштаб, знаете, типа, вилсаком, обзоры нового айфона, типа, ему присылают там, да, но я думаю, они сейчас им никто не присылают, они, думаю, сами покупают, вот, но дело не в этом, дело все в том, что понятно, когда ты делаешь обзор, я не знаю, продукции Apple, это понятно, Apple эту продукцию продает, а когда ты держишь обзор какой-то тетеньки, которая, не знаю, шампунь заказала с Алиэкспресс, и толкает их на Вайлберс, да, и таких тетенек десятки могут быть, понятно, что ей нужно, чтобы указали ссылки на нее, и это уже как бы реклама, да, вот, так что вот так, я помню, я когда еще в контакте, там, только это началось, это же началось совсем недавно, я видела у своих знакомых, которые пересрались, вот, которые, знаете, там есть на маникюрше, которые, знаете, три копейки зарабатывают, ну, нет, ну, я не спорю, есть маникюрши, которые много зарабатывают, там были те, которые три копейки, и они-то были пересравши, что, типа, я теперь не могу выкладывать на страницу, на свои посты, о том, что я делаю маникюр, да, можешь, ну, просто люди не изучали законодательство, да, не понимают, что читают, это, да, ну, это сложно, это надо понимать, конечно, чтобы разобраться, нет, ну, такие нищие, конечно, могут, не могут, о своих услугах рассказывать можно, да, там, типа, приходи на маникюр, смотри, вот я ноготочки там сделала, он, смотри, хочешь такие, приходи ко мне, это все можно, здесь как бы цель, я еще раз говорю, здесь цель, не нищий холь прижать, не нищий холь, да, ну, в кавычках, нищими олями, называю всех вот этих вот, вот, а цель прижать вот этих, которые блогеры, знаете, там, крупный, там, от 100 тысяч, которым реально заказывают рекламу, они это все втихую проводят, да, там, не знаю, там, миллионы, понимаете, вот, но страдают от этого, в том числе, такие мелкие, как я, потому что мне теперь выйти на этот рынок составляет, ну, большой труд, то есть, грубо говоря, понимаете, да, там, закажет у меня кто-нибудь рекламу, там, я не знаю, там, за 5-10 тысяч рублей, там, какой-нибудь, я не знаю, там, ну, потому что у меня мелкий канал, да, там, и я ради этого должна каждый месяц, подавать отсчеты, ждать эти всякие токены, понимаете, и должна за этим всем следить ради 50 тысяч, один раз, ну, вы понимаете, да, масштаб, то есть, а это сделано, конечно, для тех миллионников, чтобы их контролировать, чтобы это, вот, а обо нищих никто не думает, как нищим тяжело, вот вам вся и суть, нищие всегда будут нищими, в России, потому что законодательство не для нищих делается, законодательство делается либо для своих, либо чтобы ободрать тех, кто, это, хитрожопые пытаются, понимаете, а для нищих, честно, холь, ничего нет, ничего нет, никаких плюшек, ты хочешь макарошки с котлеткой и соком? ой, я не хочу идти в этот бульвар, лендущий, это такая столовка обычная, ну, ладно, давай так, сходим, если хочешь, я тебя покормлю в бульвар, а потом сходим попьем кофе, туда, где я кофе пью, потому что, ну, я не буду там пить, там отвратительный кофе, вот, давайте вам поснимаю немножко гоголя, нет, ну, для начала мы сейчас сходим, вот, вернем кофе во вкус вилл, так, что тут машина-то ездит, ну, тут вообще не едет машина, лендущий, иди по правой стороне обочины, потому что там нету пешеходной части, в конце концов, если поедет машина, мы увидим, но тут не ездит машина, ну, редко, поэтому, негде идти, видите, негде, за товар и вход со двора, неужели тут правда за товар в этом доме? О, нет, ездит какая-то, я, да, правильно забралась, ага, а, она завернула, нет, сюда не ездит, я даже не знаю, здесь какое одностороннее или двухстороннее движение, да, волоса есть, да, я не понимаю ничего, подзывится, нет, прикольный домик, да, прикольный, но вот рядом соседство не очень, вот вроде считается здесь очень дорогое, ну, жилье, да, но вы посмотрите, какая раздолбанная плитка, и какие раздолбанные ступеньки, это вообще, это жесть, конечно, просто жесть, и плитка, он вся раздолбанная, а ведь строили здесь это все, когда, да не так давно, ребят, в 2008 году я здесь на раскопе работала, здесь этих домов не было, то есть построены они, ну, лет 12 назад, наверное, да, ну, 13, хорошо, 14, ну, вы представляете, это уже как-то пиздец, да, заиньки, а никто не знает, что это за пиздец, что это за, это, намотки, домик кого, какой-то колдуньи, что ли, что это вообще такое, что это, мы с Линдой только что поели в Миша, да, и как всегда я забыла вам показать еду, но я не люблю снимать еду, но я расскажу, что мы вам ели, мы пили, я пила капучино, вот, Линда сок пила, но я купила его в магните, мы купили, я себе купила капучино и круассан с сырой ветчиной, и вот тут, кстати, очень хорошо стоит микроволновка, и типа его можно разогреть, так как тебе нравится, а ты, Линда, ела блины, да, с мясом, да, уберите, это что это, это петрушка, люк, уберите, зачем ты их сосешь, она ела блины с мясом, это стоило 410 рублей, все, блины с мясом, два блинчика, там какой-то намешанной, там что-то, ну, начинка, там не просто как бы мясо, начинка какая-то намешана, вот, ну, вкусно, блиновые, вкусно, да, тебе понравилось, вот, ну, круассан я уже ела, да, хотя сегодня, мне кажется, круассан был не такой свежий, ну, 410 рублей, нормально, вот, но единственное, у меня сегодня произошел опять инцидент, я когда кофе получала, мне опять выдали кофе, причем, знаете, не со сколом, а со стрещиной, огромной, в полкружки, вы понимаете, да, вот, я говорю, не-не-не, я такой кофе брать не буду, то есть я уже готовлюсь, понимаете, рассматривать эту стеклянную кружку, вот, так что, Миша, Миша, хозяина заведения, ну, ёбаню мать, ну, скажи это своим сотрудникам, чтобы обсматривали стеклянную посуду, как следует, ну, ну, не позорься, не позорь, псковский бизнес, вот, а еще вот туда надо поставить, вот там вот где зеркало с умывальником, вот там вот, вот туда нужно поставить маленькую какую-нибудь ведерочку или урну, куда выбрасывать салфетки, после того, как руки вытаришь, ну, где, вон там-то нет, вон там только стульчик и все, а вот тут подносы стоят, ну, можно на подносы, конечно, сзади, там есть мусор, а, сзади, ну, она должна быть где-то рядом с рукомойником, чтобы вытянуть руки и сразу вытянуть, вот, салфетку, вот, ну, в туалете нормально, ничего, мы сюда поэтому и ходим, потому что туалет чистый, вот, а, кстати, я сейчас вернула во вкус Вилл кофе, вот, и, короче говоря, у них интересный такой возврат, конечно, вот, что значит клиенты ориентированные, я этот кофе покупала со скидкой 20%, любимый продукт, мне вернули, я карты платила, мне вернули наличкой и полную стоимость, я говорю, прикольно, я еще и заработала, еще мне выдали такой чек, бумажку маленький с извинениями, что мне не понравилось, но мне кофе действительно не понравилось, я его второй раз вчера пыталась приготовить, все это над туркой тряслась, вот, но все равно, он, он жженый какой-то, он какой-то жженый, ну, как бы, если сравнивать по цене, до этого я брала, вот этот, иракчиф, какой-то эфиопский кофе, который собран где-то там, на каких-то склонах, гор возвышенных, он стоит со скидкой 790, ну, или 780 рублей, ну, 790, за 250 грамм, то есть 790, пускай вы 700 рублей, за 250 грамм, а этот я покупала, 150 грамм стоит, ну, 300 рублей со скидкой, получается, вот, поэтому он подешевле, но он плохой, плохой, мутный, я пусть, я его как попью, мне сразу, я рыгаю, ухожу, рыгаю, у меня желудок прям, вот, не воспринимает, а вот этот вот иракчиф, я теперь его попробовала, я только такой теперь буду покупать, вот, я мужу, мужа, ну, кто загорелось, кое-что купила для приготовления кофе, когда придет, я покажу, что я купила, да, я теперь буду немножечко более профессионально готовить кофе, в общем, у меня есть мечта такая, постепенно освоить искусство приготовления кофе, то есть, для меня кофе, это вот тоже такой необычный напиток, я не говорю, что я его захлебаю, одна чашечка кофе в день, все, максимум, но мне хочется это делать, профессионально, красиво, мне так хочется это освоить, вы знаете, я даже когда слышу где-то, объявление, что требуется в кофейню какой-нибудь бариста, и мы обучим, у меня внутри ёкает что-то, это признак того, что это мне очень хочется, мне это интересно, мне прям безумно хочется освоить методику приготовления кофе, но я начну с малого, я не буду сразу лезть в глубину, но мне прям хочется вот этот вот процесс, сам понять, вот как это готовится кофе, как его вот так вот дать, вот, короче говоря, буду потихонечку приобщаться к этому, осваивать это всё дело, у меня почему-то вот кофе какая-то вот такая, вот не просто, знаете, как многие хлещут кофе, а у меня кофе какое-то такое вот отношение, что это как искусство должно быть, я бы очень хотела научиться искусству вот этого Бориса, приготовления кофе, как они там всё вырисовывают молочком, как они вот его готовят, разбираться в этом во всём, да, мне бы хотелось такого. А, зайки, извините, вот Линда молодец, вот что значит у ребёнок внимательный, вот оказывается урна-то где, вот она, видите, вот тут раковина, и вот там урна, видите, а мы тоже стоим. Ну что, Линдусь, весело? Весело? Мы с тобой уже 3 часа гуляем, нормально, да? По мере наступления лета будем увеличивать количество часов. Ну я планирую 4 сегодня, да, 4 часа. Как же круто, ребят, как же круто, когда ребёнок сам едет на самокате, ты едешь на своём самокате, она на своём. Бляха, это свобода, посетите, это свобода, это не то, что ты там с мелким ребёнком в коляске, это прыгаешь туда-сюда, и надо вернуться домой ко времени, потому что смесь разводить там или ещё что-то. Ой, это свобода, зайчики, это свобода. Вот она какая свобода. Кайф. Сейчас там катались вокруг фонтана, я тоже наяривала круги, и думаю, бляха, муха, так со стороны посмотреть на Олю, Оля, тебе 35-й год, а ты это, на самокате разъезжаешь, да? Кстати, я там два раза упала. Да? А что ты упала? Я не знаю, я сначала по песку ехала, потом вообще по лисям случайно. А. В общем, в душе я так молода, в душе я совершенно не, не тётя Мотя, 35-летняя. Вот на самокате хочу. В Питер хочу поехать, в Питер хочу поехать, но меня останавливает чувство вины и страха, что я ребёнка с отцом оставляю, представляете? А так хочу поехать в начале апреля на день, ну, с ночёвкой в Розенштейне, в Розенштейне, в отеле, пока там цены не кусаются. Вот. Провести день с собой. Вот думаю, дать себе или не дать. Всего лишь цена вопроса 6 тысяч рублей. Ну, фактически. 6 тысяч рублей. Ну, то есть я это со всей, сожра твой, билеты, отель, потому что в отеле-то завтрак. А вы знаете, я люблю там похапать едишки на весь день. Как с утра нажрусь в этом Розенштейне, так, чтобы потом жрать не хочется полдня, да ещё и с собой прихвачу. Ой, кофе у них вкусный. Да, так что вот хочу поехать, да. Потому что жизнь такая вот сейчас, не понять, что завтра будет, понимаете? Вот. Деньги могут в любой момент цену свою потерять. Поэтому, если что есть, надо всё потратить в удовольствие. Потому что завтра может не быть этого удовольствия. в удовольствии. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлечённых зрителей у меня есть уникальное предложение стать моим Доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите поддержать автора и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разбором на примере моих ситуаций. Будьте готовы. эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля. Невротичка Оля. Невротичка